Да, хотелось бы попросить людей из задних рядов поближе сесть. Почему? Потому что там действие сатаны. А, на самом деле это так. Так что проходите вперед. Вы знаете, когда движется стадо животных, то обычно, овцы даже взять, стадо овец движется, то обычно хищники забирают кого? Отбившиеся овцу, которая не в стаде самом, а где-то отбилась. Вот такую овцу быстрее съедает хищник. Поэтому так же и мы должны быть в стаде вместе скучно. Давайте мы сейчас помолимся. Бог, благодарим Тебя. А беда, Господь, Ты дал нам руководство Духа Святого. Я верю, что сейчас здесь, в втором служении, собрались ученики, которые будут проповедовать. Матебон 28, 19, 20, Помоги действительно исполнить последнее повеление Иисуса. Пойти и научить все народы, крестья их во имя Отца и Сына и Святого Духа, созидая учеников. Помоги нам в этом. Это время станет временем, когда действие 1, 8 начнет исполняться в нашей жизни. Именем Иисуса Христа молимся. Аминь. Давайте мы обратимся к Слову Божьему, 1 Коринфянам 2, 1, 2. Мы читаем все вместе. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве Слова или мудрости, 2 стих. Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Аминь. Так, Павел – это наилучший, выдающийся благовестник эпохи. Человек, который получил действительно большое образование в свое время. человек, который преисполнен был Духом Святым. И который говорил много раньше слов. Но в конечном итоге он пришел к выводу. во втором стихе «Я рассудил быть у вас, не знающим ничего». И я подумал, что мне тем более, у которого нет такого же образования, как у Павла, мне зачем что-то другое, если даже Павел, который все это перепробовал, пришел к такому выводу. «Не знать ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Во времена Павла не было самолетов и поездов. И поэтому он выходил на путешествие, вы знаете, пешком порой. И поэтому я же сегодня могу проповедовать. На самолете вылетаю, езжу поездом. И я вижу, что я обхожу больше мест, чем Павел. Тогда что делал Павел, выезжая на места проповедования? Он говорил только об Иисусе Христе. Тебе, Кристо, 했습니다. Об Иисусе, а потом уже о Христе. Тебе, «Сип자가» 했습니다. И о Христе. Не знающим ничего, кроме Иисуса, Христа, и притом распятого на Христе. То есть крестом. Павел, «Я рассудил быть у Иисуса Христа, и притом распятого». И он рассудил и понял, да, и принял решение не знать ничего, кроме Иисуса Христа и креста. Потому что этого он понял, будет достаточно. Как вы думаете, а вы как? Как вы считаете, вам еще что нужно? Оставьте все то, что вы знали до сих пор. Это решение Павла, также в Филиппийцам 3, 1, 8. Почему Павел принимает решение все почитать, все знания, все то, что он имел, почитать за ссор, да? И знания об Иисусе Христе он посчитал наипревосходнейшими. И сегодня сколько много людей, которые ходят и собирают тот ссор, от которого отказался Павел. Павел в 2, 1, 1-й, он говорит, «Я рассудил не говорить, приходил возвещать свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости». Есть пастора, которые очень передают проповеди много знаний или много, ну, шуток, да, используют, да, применяют, ну, юмор. И поэтому, но таким образом мы же не спасаем людей. Ничем другим, кроме имени Иисуса, невозможно. Только имя Иисуса. 4, 2, 1-й, он говорит нам, да, что нет другого имени. Я верю, что здесь собрались ученики благовестия. Не говорите ничего другого, куда бы вы ни пошли проповедовать. Говорите сначала только об имени Иисуса. Потому что другим именем вы не спасете никого. Иоанна 6, 63 говорит о том, что животворит дух. Многие люди не от пользы, но люди почему-то больше увлекаются в сторону плоти. А как бы мне хорошо жить. Но Бог так не говорит. Салимы 영이라는 거예요. Он говорит, животворит тебя только дух. Да, 영이 다 죽어버렸으니까. А плоть, она умирает. Из-за греха и преступления все люди мертвые и умирают. А грехам и преступлениям, Ефесянам 2, 1, все мертвы. Поэтому наша задача – оживотворить их духовно. Духовно мертвые. И нет другого имени, которое оживотворит их мертвый дух. Кроме имени Иисуса. И поэтому, куда не пойдете, передавайте Иисуса. Как нужно передавать Иисуса? Передать, почему Его назвали Иисусом. В чем смысл этого имени? Это должно так запечатлеться в нашем разуме и в сердце, что другим именем невозможно. Только этим именем. Тогда вы передаете это имя. Как вы передаете его? Конкретно на основании Писания Матфея 1, 21. Почему эти люди мертвые по грехам и преступлениям? Потому что Римлянам 6, 23. Восьместь за грех является смерть. Из-за греха человечество умерло. Но Римлянам 3, 23. Ставит диагноз миру – все согрешили и лишили славы Божьей. Римлянам 3, 10. сказано, что нет праведного ни одного. И все находятся в руках дьявола. Все пребывают в смерти. Римлянам 2, 3. Все находятся под грехом Божьим. И не веря в имя Иисуса, эти люди все уже под осуждением Божьим. Иоанна 3, 18, пожалуйста. Иоанна 3, 18, пожалуйста. Три, четыре. Верующий в Него не судится, а не верующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божья. Аминь. Не веруя в имя Его, Он уже осужден. А мы с вами ходим в церковь и верим, да, в имя Иисуса? А как мы верим в Него? Почему не веря в имя Иисуса попадаешь под осуждение? Что такое осуждение? Это суд, да? Из-за греха ты попадаешь под суд. Но есть в церквах много верующих, которые ходят в церковь, но все находятся во грехе. Да, спросите в церквах других, да? Очень много людей, которые ходят в церковь, а все говорят, что грехов у них много. Много грехов. Не просто грешники, много грехов. На самом деле так. Поэтому Иисус 전해야 됩니다. Нужно только Иисус. Их надо оживить. Нужно передать только это имя. Поэтому только этим именем можно решить проблему грехов. Но иисус 117-26-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16. Двадцать шестой стих. Да. Читаем. Благословен грядущий во имя Господне. Благословляем вас из Дома Господня. Аминь. Да. Господь Иегова, да, он должен был отправить, то есть должен прийти к нам во имя Иеговы. Да, во имя Господне. Должен был прийти. И он благословенно написан. Грядущий во имя Господне. Иоанна 5, 43. Пожалуйста, еще. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте меня. А если иной придет во имя Свое, Его примите. Иисус пришел именем Отца Своего. И Он, Отец был Его, Иегова Господь в Старом Завете. В Старом Завете Иегова пришел в Новом Завете именем Отца Своего, Иисусом. Поэтому Иоанна 10, 30. Иисус уверенно заявляет, говорит, «Я и Отец одно». Мы должны правильно знать Иисуса. Этот Иисус есть Иегова. Свидетели Иеговы не знали этого. И поэтому надо верить в Иегова, а не в Иисуса какого-то. Они говорили, что истинного Бога надо верить, а не в Сына Его. А мы говорили, а они не знали, что Он пришел именем Отца. Мы должны верить вот этого Иисуса, которого отправил Отец во имя Свое. И Иисус, Он есть Сын, дан нам в Исайе 9, 6. Исайе 9, 6. Пожалуйста, это очень важно, чтобы познать Иисуса, кто Он такой на самом деле. Пожалуйста, Иисайя 9, 6. Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах Его, и нарекут Ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Аминь. Вот кто такой Иисус, да? И Он внутри нас, с которым мы можем увидеть и чудеса, с которым мы можем советоваться. Бог крепкий, да? И поэтому Он Отец Вечности, Князь Мира. Если мы только будем ухватимся за это имя, да, в котором все это есть, мы обретаем силу. Ученики должны ухватиться за это слово. Он не просто, да, пришел именем Иисуса, Он пришел Богом чудным, да, советником, с которым мы можем советоваться, Богом крепким, из-за которого мы сегодня не будем иметь немощи. Ай, Иисус, Он Отец Вечности, и поэтому Он с нами, и поэтому мы имеем этот мир, да? Он Князь Мира. Князь Мира, вы представляете, не просто этого мира, Князь, который дает нам истинный мир. Аминь. Аминь. И мы с вами, верующие люди, мы должны быть уверены, мы должны быть, да, действительно непоколебимы, потому что кто с нами? Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Вот какой Бог с нами. Аминь. Аминь. То есть, одним словом, этот Иисус, есть Бог, для которого нет ничего невозможного, который может все, что не может человек. И этот Иисус, Матфея 28, 18, Ему Отцом была передана вся власть неба и земли. Подумайте, глубоко поразмышляйте об Иисусе, вернее. И этого Иисуса называют Христом, поэтому. Иисус ведь есть Христос. Аминь. Аминь. А Христос, 1 Коринстянам 1,24, Он есть Сила Божья и Премудрость Божья. Сила Божья имеет ограничения? Сила Божья, которая сотворила Вселенную, в чем его ограничения? Он, который сотворил небо и землю, имеет всю власть неба и земли. И Он, который сотворил нас с вами, какие у Него есть ограничения? Это Христос. Поэтому Он пришел Христом. И Христос А Христос именно во Христе сокрыта вся премудрость и ведение Божье. Но то, что спрятано, то, что сокрыто, то, что оно спрятано, вот в чем тайна-то. Нужно выявить это спрятанное, надо обнаружить это спрятанное. Мы должны увидеть то, что сокрыто. на самом деле во Христе есть все. 여러분, 아무리 голодный человек, 대통령이 딱 되는 순간, 대통령이 되면 집도 있고, 차도 있고, 비행기도 있고, 다 있어. каким бы президент не был прежде, чем стать президентом, сколько бы у него недостатков не было, когда он становится президентом, в его власти будет уже все. Он любое время может задействовать любую силу. в должности президента включает абсолютно все. 다시 말하면 в Христе по-другому если сказать это что в Христе включено все абсолютно. Все включено там. 그러니까 오늘부터 그리스 안에는 이 축복을 누려야 тогда мы теперь которые во Христе мы должны выявить все что нам положено принадлежит нам и начать наслаждаться. Как вы думаете президент вышел из своей резиденции пошел и где-то спит на дороге или просит милостыни где-то. Мы с вами теперь кто? Мы христиане внутри которого Христос. И поэтому наша жизнь теперь должна стать жизнью Христа. Филиппийцам 1.21 Жизнь для нас для меня Христос и смерть приобретение. Почему? Потому что если даже я умру я буду жить. Потому что во Христе есть все и жизнь вечная. Аминь. Христа где-то где-то Христа во мне во мне наслаждайтесь сегодняшнего дня. Потому что вы же христиане. Христос Христос взяв всю власть неба и земли вошел внутрь меня и обещает никогда не покинуть меня вовек. европе 14, el 16, 17 он говорит я умоляю отца и даст вам другого утешителя да прибудет с вами вовек. Матфея 28.20, он обещает быть с нами до скончания века. Да, и поэтому нужно ухватиться хотя бы за одно слово. Да, потому что это слово, оно исполнится, потому что он говорит, уча их соблюдать все, что я повелел вам и сея с вами во все дни до скончания века. Тогда, постоянно ухватившись за это слово, размышляйте над этим словом. И тогда это слово исполнится в вашей жизни, он не покинет вас вовек. Аминь. Аминь. Это однозначно. Когда я ухватился просто за благую вещь о том, что Иисус, Он есть Христос. Но ее же надо эту благую вещь передать другим. Я русский язык, язык, английский язык. Как я могу передавать слово, когда я знаю только один свой язык? Но Деяние 1.8 обещает мне, говорит, что ты станешь моим свидетелем до края земли. И я взял, ухватился за это слово. Сказано, что сойдет Дух Святой, и я бы отпустил, чтобы стать мне до края земли. Он обещает, что станешь моим свидетелем. Когда я ухватился за это слово Деяние 1.8, я не знаю как, да? Но Господь, ты обещал, что это слово исполнится в моей жизни. Когда я ухватился за это слово Деяние 1.8, и постоянно думал, как это произойдет? Ведь я не знаю ни одного языка. Как я стану свидетелем Твоим до края земли? Но сегодня я стою перед Вами. И слово провозглашается через меня. Насколько я был немощным, у меня не было ни знаний, ни образования, ни денег, ни языков я никаких не знал. Но если слово нам обещает, что станешь ты моим свидетелем до края земли, если ты ухватишься за это слово, то он сам исполняет это слово. Аминь. По слову оно так получается. Я свидетель этому, стою перед Вами. Аминь. Луки 5.5 Петр сказал ему в ответ, Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему, закину сеть. Аминь. Всю ночь ловил рыбу. Но я поймал ни одной рыбы, но если ты, Господь, говоришь, я сделаю, да, и закину сеть, как ты сказал. И что в результате? Пальмали полную лодку рыбы. Матфея 4.4 Не хлебом единым жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Матфея 8.8.8. В 8 главе Матфея Сотник говорит, скажи только слово. И что Иисус сказал? Я во всем Израиле не нашел такой веры. Самая лучшая вера, вера в Слово Его, да, и по вере в Слово Его так и будет. Аминь. Да, и вы видели, как слуга Его исцелился. Наша задача верить только в Слово Его. И мы верим в Слово. Мы до обеда говорили о том, что Бог — это Слово, да, и нам нужно ухватиться за Слово Его, потому что Он есть Бог. Но мы говорили также о том, что ухватившись за Слово закона, нам можно потерпеть поражение. Нужно ухватиться за Слово радостной благой вести. А что такое радостная благая вести? Что Иисус, Он есть Христос. Аминь. А Христос, в Луке 2.10.11, Христос есть великая радость, которая пришла на землю к нам. Христос, тот, который решил проблему грехов нашей, который победил дела сатаны и решил проблему смерти нашей. Всякое проклятие, наказание, все это, все эти проблемы проклятия, наказание Христос решил. И поэтому Римлянам 8.1.2 сказано тем, кто во Христе, нет теперь никакого осуждения. Потому что из-за греха пришло проклятие в жизнь человека. Поэтому наказание проклятия и смерть стали преследовать человека. Поэтому человек обречен на ад. Грешим мы в жизни или нет? Грешим. Мы не можем не грешить. Ведь наша ветхая плоть, сущность, она грешит. Мы мыслим по ветхому, поэтому мысленно грешим. Похоть плоти нашей, да, и похоть очей ведет нас, да, перед грехом. Иногда мы кого-то не любим. Не так же, но. Хотя мы не должны этого делать. Грешим. 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 Бывает, что грешим? Если сама Ним, да, не может тоже сама справиться с грехом. Что надо делать? Поэтому нам надо войти во Христа. И поэтому наша жизнь должна стать жизнью Христа. И тогда никакое проклятие, наказание не может меня преследовать уже. Поэтому каждый день нужен только Христос мне, Иисусу. И 4-10, 5-42, пусть станет вашим, как бы, руководством жизненным, да. Примите решение, всякий день в храме, по домам говорите, учите об Иисусе Христе. Я в доме буду говорить только об Иисусе Христе. Я мужу буду говорить только об Иисусе Христе. Жене то же самое. Детям так же. И внукам своим, и внучкам. Что? Хорошо учись. Не пей водки. Получается так, как вы говорите? Не получается. Да, и поэтому нужно делать другое. Чащие дети, когда вы достаете, и говорите, учись, учись, учись. А когда вы говорите, мужу хватит пить уже, прекрати, да, не пей. Да, бесполезно это. Говорите 말고, 오늘부터, Иисусе Христе. Сегодняшнего дня говорите своим близким только одно, Иисус есть Христе. Мужу говорите, что Иисус есть Христе. Манурашу 향해서 Иисусе Христе. Так же и над женой провозглашайте, что Иисус есть Христе. Над детьми провозглашайте, Иисус есть Христе. И храмомо так же нужно дать только Иисуса Христа. И в Самарии, когда провозглашался Иисус Христос, больные исцелялись, и одержимые освобождались. И радость великая была в городе Том. Это тайна. И если это будем делать каждый день, неужели все получится? А вы попробуйте. Аминь. Даже если не получается, продолжайте делать это. В расписании Божьем обязательно получится. Аминь. И когда Петр сказал, исповедовал и сказал, что Господь Иисус, Ты есть Христос, Сын Бога Живого, 17-19-19 стиха пришло к нему. Садовы ранее церкви, когда поняли это, они только этим и занимались каждый день. Это не просто верующие, это апостолы делали это каждый день. И получили, и при этом они преисполненные Духом Святым занимались только этим. Тайна и стайн – это каждый день. Утром, в обед и вечером – это постоянно говорить и учить только одно. Другим именем бесполезно. Духовная проблема по-другому не решается. Только Иисусом Христом. Аминь. Аминь. Мы должны знать тайну Креста. Менже, и 10-я, Гориндо, Джонсо, 1,17-18. 1 Коринстянам 1,17-18. Тайна Креста. В чем эта тайна? 1 Коринстянам 1,17. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости Слова, чтобы не упразднить Креста Христова. Ибо Слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Аминь. А когда читаем Слово Божье, громко исповедуйте Слово Божье. Читайте. Важно исповедание уст наших. Когда вы устами исповедуете, Слово запечатлевается в вашем. Давайте громко все прочитаем. 7-й, 먼저. Да, 17-й по 18-й стихи, пожалуйста. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости Слова, чтобы не упразднить Креста Христова. Ибо Слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Аминь. Аминь. Для погибающих, Слово о Кресте кажется чушью. Но для нас, спасаемых, да, это сила самого Божья. Мы сегодня слушали форум Саманим, которая свидетельствовала о том, как Слово о Кресте производила действие на местах проповедования и миссионерства, в котором они были. Благая весть о Кресте – это не просто благая весть. И Тайна Креста именно в том, что проявляется сила Божья через этот Крест. У нас в Церкви, говорит пастор, что люди, когда рисовали этот Крест, писали этот Крест, получали исцеление и от лейкемии, и от рака. Бесы покидали, люди получали освобождение. Дверь и проповедование открываются через Крест. Поэтому Крест Иисуса Христа, действительно, нужно рисовать, писать и углубляться в Него каждый день. У нас в Церкви тоже все рисуют Кресты. А есть сестры и братья, которые уже до трех тысяч раз рисовали. Продолжают рисовать. Крест Иисус Христа, в Крестах, в Крестах, в Крестах, в Крестах, и через Него они посылают им свои Кресты, пастору. Почему так важен Крест? Потому что сам Иисус сказал, что на этом Кресте Он все совершил. Много 문제 решили. Иоанна 19.30, решение всех наших проблем. Вы-то знаете Крест? Вы-то знаете Крест? Пусть постоянно Крест звучит в сердцах ваших. Одного раза недостаточно. В 아침е, в обед, в вечер, в вечер, в сне, в вечер, в вечер, в вечер, в сне. Пусть постоянно Крест будет перед глазами вашими. Чем больше вы будете рисовать этот Крест, тем больше вы поймете суть, глубокую суть Креста. Потому что на этом Кресте почему все совершилось? Постоянно размышляйте о Боге. Как вы верите в этого Бога? Это все. Как я верю в этого Бога? Вы так верите в Бога? Между делом, насмехаясь, тогда вы будете смешными людьми. Я получил, сотворен был по подобию и образу Божьему. В зависимости от того, какой Бог в вашей жизни, вот такой и вы в реальности. Тогда в какого Бога вы верите? Какой Бог в вашем представлении? Бытие 1, 27, 28, мы знаем, да? Бог, который сотворил с первой главы Бытия, если посмотреть, мы видим Бог Творец. Он, который может все. И Он может то, что я не могу. Тогда, как я верю в Него? Как я верю в Него? Мы с вами встретились вот с таким Богом, Творцом. Но неверующие не верят в такого Бога. Но мы, встретившись с Ним, Матфея 1, 23, 특히, Матфея 1, 23, Матфея 1, 23, Он пришел, чтобы быть с нами. Вместе. И Он в нас. Вы верите, да, что Бог вместе с вами? Что значит, с нами Бог. Похватитесь за одно слово. Сейчас Бог со мной. Бог, Бог всемогущий, исцелитель, Бог крепкий, Бог чудный, советник, Бог князь мира, Отец вечности со мной. Значит, Бог всемогущий, Он со мной. Аминь. Русиа из-за 최고 부자가 ИГО� на Therefore, Вот, например, самый богатый олигарх России сегодня в церкви Кемерово ИГОЯ в этом году. ИГОЯ 어떻게 되겠어요? Тогда Ион член этой церкви, предположим. Русиа из-за 최고 부자가 ИГОЯ наivat, самый богатый человек России, значит, член церкви Кемерово ИГОЯ. Тогда этот богач Пастор Андреев Скажет, да не переживай За счет финансов ты даже не переживай Я беру ответственность Да, ну и что баня сгорела Я заново построю ее Будет ли пастор Андрей беспокоиться О бане Он и так не беспокоится Да Русиа самый самый богатый в России Путина неизвестна Баня неизвестна Русиа самый богатый в России Кто у нас самый богатый в России Я не знаю 잘 몰라? Путин Путин, да Путин, это его сгорел Вот член церкви Путин Например, у нас Амин? Помечтаем, хотя бы Вы тогда вот как начнете хвалиться? Да Путин член нашей церкви, да? Наверное, ни одного человека Кемерову не останется, который не знал Тогда проповедование там вообще Не надо там переживать за проповедование Член도 안 해도 Путин 여기 오면 Если вы не будете проповедовать Если Путин будет членом вашей церкви И он будет здесь То здесь будут и телохранители И все его окружение, да? И всем будет известно, что Путин здесь Конечно, вы всех пригласите Знакомых и незнакомых, да? В свою церковь? У нас Путин здесь член церкви Конечно, у вас не будет тогда Забот никаких Но вы на самом деле Мы не верим Бога Богаще чем Путин У которого власть неба и земли Он здесь с нами с каждым из нас А мы не верим Аминь Аминь Не верится Вот не верится в этом вся проблема Но Слово говорит, что Слово исполняется Вот этот всемогущий Бог вместе с нами Ну попробуйте помолиться за это Господь, как я верю в Тебя На самом деле я верю, что Иисус есть Христос После богослужения поразмышляйте Как я верю в Иисуса Христа Тогда, если начнете веровать То есть начнется Вы сможете Вернее, если вы сможете веровать И после богослужения только те, которым поверятся Идите домой, остальные оставайтесь Да Потому что если вы это не поверите И пойдете домой Дома ждут вас только расстройства И гнев Ну короткую жизнь нашу Зачем мы должны в гневе В раздражении жить Почему мы не должны жить В радости постоянной Почему мы не должны жить В вечной благодарности Богу За то, что мы живем С сегодняшнего дня радуйтесь Филиппийцам, по Фессалоникийцам 5 глава 16 по 18 стихи Всегда радуйтесь Филиппийцам 4.4 Сказано Радуйтесь Еще раз говорю Радуйтесь Почему радуйтесь Когда тебе трудно Как я буду радоваться Ведь не радостно Но мне радостно только потому Потому что всемогучий Бог со мной И свидетельство того Что Бог со мной Это Самое лучшее проявление Того, что Бог со мной Это любовь 1.4.8 Бог есть любовь Аминь Если вы любите Значит, Бог с вами Если Бог с вами Любовь, она проявляться будет Невольно А если вы кого-то еще не любите Тогда полюбите их Потому что Бог повелевает Возлюбить врагов даже наших Ученики должны любить Друг друга Аминь Возлюбите мужа вашего Который врагом является Возлюбите жену Которую даже не любите Возлюбите детей Которые вас испытывают Возлюбите братьев и сестер В церкви Сонда는 Мокса님을 Возлюбить Больше всего должны Возлюбить Мокса는 Сонда И верующих Иисус 믿고 사랑하는 것 Возлюбите У веры в Иисуса У нас одно только Это Любовь Вера, надежда и любовь Они вечны Но больше всех из них Любовь Желаю вам Познать Дар любви Молитесь О даре любви Аминь Аминь Скажите И молитесь За это Да Молитесь Есть одна Хорошая Такая При жене С другой Женщиной Мы сейчас Не о такой Любви Хотя Святые Должны Приветствовать Целованием Написано Библии Но Мы сейчас Не об этом Говорим Какой Любви Любви Мы должны Проявить Ближним Любовь Божью Это Иоанна 3 16 Ибо Так Возлюбил Бог Этот мир Что Отдал Сына Своего Единородного Дабы Всякий Верующий В Него Не погиб Но Имел Жизнь Вечную Аминь Возлюбите Вот Такой Любовь Друг Друг Что Такой Любовь Истинная Отдать Иисуса Христа Сына Единородного Ближнему Своему Хромому Дали Иисуса Христа Потому Что Они Возлюбили Его Это Наивысшая Любовь Самаре Пришел Он Стал Раздавать Любовь Иисуса Христа Это Наивысшая Любовь Раздавайте Иисуса Христа Раздавайте Любовь Божью Потому Бог Мне Дал Эту Любовь Божью Через Сына Иисуса Христа Пусть Такая Любовь Придет И Тогда Когда Вы будете Такую Любовь Раздавать Вы Станете По-настоящему Счастливыми Он Хотел Чтобы Быть Вместе С Нами Чтобы Любить Нас И Чтобы Мы Были Счастливы От Этого Обманутой Сатаною Он совершил Грех Это Проблема Этой Земли И Сегодня Верующий Человек Обманывается Сатаною Наша Задача Не Обмануться Только Гуя Грех Сына К Мог Сына Был Запрет На Плот Добра И Зла Теперь Наоборот Нет Запрета Наоборот Говорят Верь В Иисуса Если Мы С Вами Поверим В Иисуса Это Все А Сатана Говорит А что Толку Что Ты Будешь Верить В Иисуса Он Говорит Ты Счастлив Разве Ты Счастлив В Иисуса Ты Каждый День Говоришь Иисус Христос Иисус Христос А что Ты Я Не В В С В С Пьет Дети Нарком Не Учатся А денег Вообще Нет Дома Ну Какой Ты Счастливый Человек И что Ты За Верующий Христос Говорит Что Все Решил Он Обманывает Так И Когда Человек Смотрит На Свои Обстоятельства Говорит Нармада Иисус Христос А Я Вроде Каждый Говорю Об Иисус Христе Толк Не Обманывайте Этими Обстоятельствами Мы Чадо Божьи Аминь Аминь Чадо Божьима Матфея 11 Бог Приготовил Блага Слова Божьи Божьи Для меня Человек Нармада Как вы Думаете Это Блага Человек Блага Человек Блага Нармада Нармада Подвергся Гонениям Вот об этом Сейчас пастор Хочет сказать Но Из-за этих Гонений Ему пришлось Уехать Отсюда И поэтому Эти гонения И все Прошлое Его стало Чем Благословением Или проклятием Благословением И поэтому Там Он организовал И в Москве Вот они Организовали Служение И теперь Наоборот Они стали Благовествовать И в итоге Началось Новое Служение То есть Это Вроде Гонение Это Трудности Вроде Блохо Все А на самом Деле В этом Блан Божий Чтобы Спасти Других Людей Это Проклятие Или благословение Вот порой Мы попадаем Под гонение Эти проблемы Которые Приходят В нашу жизнь Они Благословение А есть люди Которые Очень Правильные Они Не пьют Не курят Хорошо Учатся Но В церковь Не ходят Кто Более Благословенный Этот Наркоман Который В прошлом Был Наркоманом И Нынче Гоним Полиции Законом Кто Счастливее В Омске Есть пастор Роман У которого Вся церковь Сплошные Наркоманы И алкоголики Бывшие Но они Все Получили Благою Весть Об Иисусе Христе И они Все Такие Радостные Счастливые Кто Благословенный Наркоман Или Тот Порядочный Человек Который Не ходит Церковь Лучше Ты будь Наркоманом И алкоголиком Но лучше Верь в Иисуса И ты будешь Более Благословен Конечно Не обязательно Всем надо Сейчас употреблять Алкоголь Или наркотики И ходить Церковь Нет Суль Наркоман Но и что Что ты Такой Наркоман Ты хорош Дон 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 Но только Иисусе Я не хочу верить Кто Благословен Верующий В любом Случ Аминь Какие бы сейчас Ваши обстоятельства ни были Но то что вы На этом месте Это наивысшее Благословение Аминь Вы более Благословенны даже чем Президент Путин Аминь 237개 나라 대통령 Благословение всех президентов мира этого И даже Американского Президента Вы Благословение Более Благословенные Потому что ни Трамп Никто из них Не знает Благою Вести Не знает Тайну Того Что Иисус Есть Христос Хотя бы Знаете О том Какие Вы Благословенные Люди И Не обманывайтесь Больше Сатаной Дьяволом Поэтому Человек Согрешив Отошел От Бога И Хорошая И Хорошая Жизнь Иттебуто Сатан И Он С того момента Становится Рабом Дьявола Рома 6 6 16 16 16 Г Чьи слова Ты Слушаешь Того Рабом И Будешь Если Слушаешь Слово Дьявола Будешь Рабом Дьявола Многие Люди Сегодня Находятся В Неверии Ефесянам 2 2 Давайте прочитаем Ефесянам 2 2 Аминь И поэтому сегодня Сатана действует Духом в воздухе в сынах противления Когда мы попадаем в неверие мы попадаем в руки Сатаны И поэтому в 3 стихе этой же главы сказано что они становятся чадами гнева между которыми и мы все жили читаем давайте все громко между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям исполняя желания плоти и помыслов и были по природе чадами гнева как и прочие айминь чадами божьи вот кто были мы С того дня пришли к нам эти 12 главы. Коренных 12 главы. Батия 3, 6, 11 главы. Проблема бавилонской башни. Деяние 11, 13, 16 главы. Идолопоклонство. Балдовство, гадания и тому подобное. 특히 불신자의 6가지 상태. И духовно они сделали отцом не Бога, а дьявола. И это идолопоклонство ведет человеку психической проблеме. Не только духовной, но и психической и физической проблеме. Поэтому они находятся в болезнях и одержимы бесами. И поэтому они находятся под давлением дьявола в слепоте духовной и находятся в бедности и нищете. И проклятие до 3, 4го рода. После смерти не только сам идет в ад, но и потомка введет в ад. Проблема бавилонской бедности. И человек становится несчастным. Матфея 25, 41, идет вечная муки Ада. Мы, которые должны были жить такой счастливой жизнью, стали вот такими несчастными. Но Бог открыл нам путь. Иоанна 3, 16. Бог дал нам сына единородного. И имя единородного сына Матфея 1, 21, имя Иисус. И он пришел Христом, Луки 2, 10, 11, да? Радостной благою вещью. И он на Христе, Иоанна 19, 30, решил все эти проблемы. 1 Коринфянам 15, 3, 4. По Писанию он умер, по Писанию воскрес. Да, полностью воскрес. Иоанна 14, 18, далее обещает, что не оставит нас сиротами и придет за нами вновь. А люди без Бога это сироты. Мы с вами встретили с ним, потому что мы услышали стук, который был в сердце нашей, да? Откровение 3, 20. Он стучался в сердце нашей. Мы должны проповедовать и стучаться в сердце неверующих людей. Откровение 3, 20. Мы вместе читаем все вместе. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, буду вечерять с ним, и он со мною. Аминь. Я раньше не знал этого. И постоянно искал Бога. И молился везде, где мог. И в ущелье, и на горах, и на горы поднимал. В посте. Чтобы встретиться с Богом. Постоянно искал. Господь. Отец. Я знал, что Он стоит и стучит в двери души моей. Это уничтожил. Когда я это понял, Он стучился ко мне. Я принял его, открыл двери сердце своего. Куда нужно принять его? Устами исповедовать и сердцем поверить. Он пришел. Это не знал. И она 1.12 очень важно. Ему, который принял его, верующим его, дал власть быть чадами Божьим. И веровать его нужно на основании Матфея 1.21. И в момент принятия его, я становлюсь чадом Божьим. Это здорово. Матфея 10.11. Матфея 10.11, пожалуйста, включите. В какой бы город или селение ни ваше. Матфея 7.11. О, извините, 7.11 оказывается. Матфея. Итак. Если вы будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш небесный даст блага просящим у него. Аминь. 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 Бог нам дает только блага. Аминь. 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 В общем, такая ситуация произошла. Я должен был, мы должны были, вернее, супругой с Владивостока прилететь сюда, в Новосибирск. Но мы упустили свой самолет. Вся проблема в том, что один багаж задержался, и пока мы дожидались этого багажа, самолет улетел. Когда получил багаж и подошел к стойке регистрации, самолет уже улетел. Аминь. Но они сказали, что мало того, что самолет улетел, но еще вам надо купить билет заново. Почему? Потому что вы должны, значит, купить билет уже до Новосибирска заново, и назад тоже заново нужно купить новый билет. Ай, 그러니까, бенки капси 두 번 дырала. В общем, в итоге получилось, что нужно было заплатить вдвойне больше за дорогу. Халлелуя. 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 То есть, да, вот смотрите, прилетело два человека, оплатить надо за четверых. Это Аллелуя? Матфея 7,11 говорит, это благо детям твоим, да? Все благо. Благо, говорит он мне, когда у меня надо платить двойной, да, тариф. Благо, и 나쁜 거예요. А как вы считаете, это благо? Или плохо? Йосифа, ладно, давайте меня оставим, возьмемся за Йосифа. Йосиф, да, был продан родными братьями. Да, 다른 사람이 пар은 게 아니라, 자기 형제들이 паромогутся. Не чужие, а родные братья продали его. Это благо или неблаго? Мы в конечном итоге знаем, что это стало благом, да? А представьте себе на тот момент, сколько нервов он потратил, да, когда узнал о том, что братья продали его. Никто-нибудь, а братья, на которых он надеялся. Да, и в рабство. Благо или плохое? Хорошо это или плохо? Не знаете, или вы просто не хотите говорить? Ай, 근데 비행기를, 비행기 바로 уход, 공항에서 하룻밤 또 자고, 그다음 날 돈을 끊어주고, 비행기를 다시 탔. Платно, билеты заново купили. Надо было еще ночевать в аэропорту еще лишнюю ночь, да? Это же тоже напряжно, да, тяжело. Ни в какую гостиницу не пошли и спали вот в этом аэропорту сидя. Это хорошо или плохо? Хорошо! Хорошо. Аминь. Если бы я не знал, что это хорошо, сколько бы мне пришлось бы нервничать. Да, я же когда выезжал, молились мы. А почему такое произошло? Мы же молились. Я же говорю, что Иисус есть Христос. Чем-то 빨리 나오게 하고. Да, и почему тогда нету и багаж задержался, и билеты. И почему такая ситуация? Дон до андерега, и как бы ты же Бог всемогущий мог бы сделать так, чтобы все это было наилучшим образом. Ведь так должно же быть. Иисус – Христос. Но Иисус – то есть Христос. Аминь. Ну, я знаю, что для меня и моей супруги Бог приготовил блага. Я в это верю. Почему? Мальсами 좋은 거 준다고 ясно. Если слово так говорит, тогда какие бы обстоятельства ни были, ты поверь. Потому что ты в это время утверждаешься, что ты чадо Божье. Вера твоя утверждается. Вот сейчас перед поездкой пастора на миссию, что произошло? Сгорела баня. Это благо? Благо. Это благо или плохо? Благо. Слава Богу. Слава Богу. Что сгорело, да? Нужно проявить новую веру и собрать денег больше, да? Зато вера будет. Я знаю, что Бог приготовил лучшую баню. Аминь. Молиться надо. Молитесь, Господь, используй меня. Дай мне такой бизнес, чтобы я мог построить лучшую баню здесь в церкви. Аминь. Это же хороший шанс для вас испытать веру. Если бы баня была, вам бы не надо было молиться и просить чего-то, чтобы Бог дал вам благословение. Ну, потому что пропала баня, у вас есть шанс построить баню. Лучшую даже баню, чем в прошлом. Аминь. Вот это нужно понять. Вот когда это дойдет, да, и тогда это будет благословением. В вашей церкви много шансов получить, много благословений. Санкт-поповедование, миссионерство началось в вашей церкви. Вы можете вкладываться в это. Да, и здесь тоже все, еще больше, да, расширять в церкви тоже. Господь, это же можно сделать. Помоги мне благословить церковь, что, ну, участвовать, да, в благословении церкви. А Бог, когда, вернее, Давид имел желание построить храм Божий, и то Бог его благословил. В сердце, чтобы у вас это было, и молитесь именем Иисуса, и Бог благословит. Господь, испытайте вкус ответов на молитвы. Аминь. Аминь. Гидоры 제대로 한번 해봐. По-настоящему начните молиться. А себе только надо печься. Чтобы моим детям было хорошо, моей семье было хорошо. Дай мне хорошую квартиру и дом. Ай, 그런 기도 하지 мало. Не надо такой молитвой молиться. Прежде ищи Царство Божие и правду Его, и все это приложится тебе. Все будет тогда у тебя. Если мы чадо Божий, Бог даст нам благо. Самое лучшее благо, в чем оно? Это Луки 11, 13. Пожалуйста, включите. Луки 11, 13. Ухватитесь за это слово. Читаем все вместе. Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. Аминь. 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 Гуану за это, это, это Духа Святого. Да не даст ли Духа Святого просящим у Него. 제일 좋은 게 뭐냐. Самое лучшее, что нужно просять у отца, это Духа Святого. 예수님께서 부활하고, 승천하시면서 마지막으로 주신 말씀이. Это слово, которое Бог дал, Иисус дал, перед Вознесением. 4.1.8. Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. Стояние 1.8. Стояние 1.8. А вообще, получив Духа Святого, на этом все можно закончить. 제일 좋은 게 Сомненья. Самое лучшее, это Дух Святой. Сомненья има на момент, когда сходит Дух Святой. Сомненья има на момент, когда сходит Дух Святой. Сомненья има на момент, когда сходит Дух Святой. Мы преобразуемся в прежний образ, которым были создавлены. Гон능을 받게 돼. Гон능을 받은 줄 믿습니다. Я верю, что вы получили Дух Святого и Союзу. С Силу Его и Сила для завоевания мира в ваших руках. Аминь. Аминь. Ими 와 있다니까. Она у вас. 이제 믿고 나가면 되는 거예요. Нужно с верой идти теперь. 이스라엘 백성이 출애급해가지고 홍해 앞에 섰어. Народ 이스라엘ский, когда вышел из египетского плена и встал перед Черным морем, 그때는 믿음이 연약해. У них была слабая вера. 그래서 하나님의 홍해를 갈라줬어. И поэтому Бог разделил Черное море. 그래서 갈라진 다음에 이스라엘 백성이 건너갔어요. И потом народ 이스라엘ский пошел по воде. По суше. 이제 광야 생활 40년 했어요. 40 лет они вели жизнь в пустыне. 이제 하나님 역사하는 거 많이 봤어요. Они видели много действия Бога. 이제 믿음이 생긴 거예요. И появилась вера. 그런데 이제 요단강을 건너가야 되는 거예요. 요단강을 건너갈 때는 물이 안 갈라졌어요. 아, когда переходили Иордан, вода не раступилась. 물이 흐르고 있는데 건너가를. нужно было пройти по этой реке, в которой текла вода, быстрая такая вода. 그때 무르고 있는데, 건너가는데 물이 올라가 버렸어요. И когда они вступили в воды Иордана, тогда только произошло действие Бога. 오늘 저와 여러분에게는 이제 믿음으로 나감 되는 거예요. сегодня мы должны уже идти по вере двигаться. не ждать чудес, да, а идти и вступать. многие говорят, нету денег, поэтому я не могу пойти, да, дай мне сначала денег, да, это и есть неверие. 오늘 저와 여러분에게 믿음이 회복되시기 바랍니다. сегодня восстановится вера ваша. 내 믿음대로 될지어다. по вере твоей будет так, аминь. 이제 모든 능력이 와 있는 줄 믿으면 돼. верьте, что сила уже в вас. 이제 저와 우리 가정과 우리 교를 통해서 세계복음하게 해주세요. и молитесь, пусть через меня, мою семью, и нашу церковь состоится евангелизация мира. 그 나라와 그 일을 먼저 구하면, и если будете искать прежде Царство Божие, то все, в чем вы нуждаетесь, приложится вам, аминь. пусть такое благословение придет к вам, аминь. 이 십자가에서 на этом кресте 다 이루었다. все совершилось. 모든 조조장은 끝나버렸다. всякое проклятие, наказание уже покинуло вас. 이 예수 그리스도가 저와 여러분 안여와 계신 적 있어요. этот Иисус Христос уже внутри нас. 그래서 Павел은 예수 그리스도 십자가에는 다른 것을 알지 못하고 착장했다. кроме Иисуса, Христа и Креста. аминь. аминь. 이거 오늘부터 나가서 해보세요. пожалуйста, это проповедуйте на местах действия. 예수가 Крест что Иисус Он есть Христос. 십자가에서 다 이루었다. что на Кресте все совершилось. аминь. Бог Он сам предоставленных к спасению приведет к спасению. помолимся и закончим. Бог благодарим тебя. 성령으로 충만하게 하시니 감사합니다. 세계보금 전도 절대 제자들이 모인 줄 믿습니다. за учеников которых Ты собрал для евангелизации мира. действуй Духом Святым во время форума. именем Иисуса Христа молимся. аминь. слава Господу.